Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике малюсенькое заведение, снаружи выглядит как ресторан, но внутрь заскочив я такой посмотрел, эээ, типа столовая, китайская столовая, где крайне все очень дешево, то есть серьезно, сюда заскочить и наесться, я надеюсь блюда тоже по объему будут хорошие, можно за небольшие деньги. Китайская кухня, это хорошо, потому что здесь на входе такими специями пахнет. Ох, менюшка, как я и говорил, очень небольшая, ну и цены тоже, в общем-то, радуют, действительно, потому что, ну посмотрите, лапша 35, 38, 45, самая дорогая лапша, затем рис, опять же, те же самые 38 тысяч цена, здорово, дальше здесь идут всякие курицы и так далее, но здесь есть что-то и подороже, это мы попозже попробуем, но самое дорогое блюдо, 250 тысяч, это вот та самая черная бамбуковая или как ее там курица, мы ее заказывать не будем, уже много раз мы это делали и каждый раз таки едим, и она того не стоит, серьезно, поэтому это мимо, в остальном действительно поесть можно недорого. Антуражик, единственное, хромает, заходя сюда, ты такой просто видишь вот эту выдачу, как бы с подносами, вот здесь вот она стоит, и столовка с столовкой, ну ладно, господь бы с ним, самое главное, на халяву чаек уже подоспел, и даже первое блюдо подоспело тоже на халяву, я открываю, а там пельмешки, вот это кайф, вот это хорошо, и это уже welcome eat, даже не только дринг, а еще и welcome eat, замечательно, заказ мы сделали и попросили, чтобы приносили по одному блюду, так что для начала то, что принесли на халяву, попробуем. Для начала чайку, хотел сказать обычный, нет, чуть-чуть необычный, как будто бы цветочный, Ром, нет, да? По-моему, это лопс, вполне возможно. Пельмешки, ну, не знаю, какие они нам поднесли, но я первым делом обратил внимание на соусы, вот этот, я уже посмотрел, это уксусно-соевым чем-то еще, здесь отдельно есть также еще рыбный соус, отдельно есть просто чисто соевый соус, дополнительно еще плошечка вот такая вот остроты, ух, серьезный замес, кстати, надо попробовать, обязательно это пускай здесь постоит, поэтому, да, для начала, вот этот вот уксусный, я так понимаю, это как раз-таки для тех самых димсамчиков, то бишь пельмешек, ну, вот с них и начнем. Вкуснуть ее, кисло за счет этого, внутри смесь ничего особенного, просто овощички, какое-то мясо, похоже на курицу, может быть, смесь со свининкой, вот соус хороший, слегка кисленький такой, то есть это отличное блюдо, а учитывая, что это просто welcome eat на халяву, это здорово, вот сейчас наемся, я хочу вот этого вот соуса непонятного положить, вот так вот, Ромка, ты сегодня как у нас насчет пельмешек? Я всегда за пельмешки. Всегда за пельмешки, наконец-то, врет он что-то всегда, давай пробовать, я вот вторую себе хватаю, и это у меня будет вот с этой остротой, Ромка, а ты, соответственно, выбирай там с чем, с рыбным, с соевым или с этим же уксусным, прикольно, кстати. И теперь пельмешку целиком. Острота есть? Да, есть. Не огромная. Это отличная пельмешка. Вот знаете, в нашем понимании, будет ровно то же самое, то есть внутри солидное количество мяса, это вы видели. Тесто здесь другое, действительно, вот Ромка хватает, оно мягкое, Ромка тоже замешал прямо сразу туда вот эту остроту. Острота неубивающая, отличная. Я вот не знаю, у нас тоже пельмешки заказаны. Если они будут ровно такие же, как Welcome Eat, то это означает, что они не жидятся на то, чтобы угостить, значит, пришедших посетителей тем, что у них прямо стоит в меню. Напомню вам, что здесь где у нас пельмешки, а я, кстати, не знаю, сколько они стоят, потому что вот демсамы здесь вот, а здесь цены не написано. Ну, позже чуть-чуть думаем, потому что действительно, короче говоря, вот все у нас закончилось. Ром, быстренько твое мнение по поводу пельмешек. Я говорю, отлично. Во-первых, удивило, что у них начинки дофига, и они ни разу не магазинные. Супер. Сами лепят, да? Походу, да. Ну, походу, да. То есть на магазинные, действительно, Рома прав, не похоже вообще ни разу. Ладненько, приступим к чему-то следующему. Короче говоря, встречают нормально, не по-сталовски. А вот уже и блюда, которые мы заказали. В частности, здесь у нас пельмешки с миксом морепродуктов. А это баньбао, это традиционные вьетнамские такие огромные пирожка-пельмешки. Не знаю, как точнее их назвать, потому что здесь воздушное тесто, как в пирожном. И какое-то мясо внутри. Это утвын, я точнее уточню попозже. Что, давай с пельмешек начнем. Баньбао чуть отставим пока что. Ромка, почему они подают по 4? Нет, да, может числовое число в Китае. А, да, наверное. Давай я себе штучку. Слушай, я хотел попробовать чисто соевым. Давай-ка. Чисто соевым. Микс морепродукта. Ромка соблазнил меня сделать вот действительно таким же образом. Я только в соевый это замешаю. Действительно, отличный микс из трав вот этих вот. Вообще кайфовая штука. О! И теперь сюда пельмешину. Давай-давай, поплавай. Это вкусно. Хорошо. И прямо на уровне того, что нам первое дали на халяву. Короче говоря, красавчики. Серьезно, красавчики. Отличная пельмешка. Мяса много. Какой микс, я точно не скажу. Но вы понимаете, потому что превращено все в фарш. Но, тем не менее, да, чувствуется. Да, чувствуется, наверное, креветочка с каким-нибудь, может быть, кальмарчиком. Ну, вы понимаете, когда это вот так вот действительно в фарш превращено, не особо понятно. Тем более, замаскирован еще вот этим вот соусом. Но это вкусно. Это сытно. Вот я сейчас три пельмешки вот эти съел. И такое чувствую, приторможу немножко, потому что нужно действительно блюдо пробовать. Если я бы все вот это съедал, то, что мне сейчас выдают, я бы уже двумя порциями с вот этих восьми пельмешек, честно говоря, уже бы наелся. А это мы потратили пока что 38 тысяч даньков. Вот стоит вот это вот 4 штучки. Одна была на халяву. Роман? Эти еще круче, но только за счет того, что они остыли еще не успели. Ну, прям горячущие внутри, да? То есть все на уровне, отлично. Задерживаться на них не будем, но твердую такую семерочку с половинкой я поставлю. И именно потому, что нет какого-то вот действительно ярко выраженного, допустим, мощного креветочного или мощного кальмарового, хотя мощный кальмаровый бывает ли вкус. Тем не менее, какого-либо ярко выраженного вкуса, допустим, нет, но тем не менее, это вкусная штука. И уж действительно своих денег стоит. А здесь ровненько нам по одной с тобой. Так, давай, держи тебе вот эту штуку. Мне вот эту штуку. Сейчас будем раскрывать и показывать, как это внутри выглядит. Здесь в стритфуде вот эта вещь намного еще более крупная. То есть они вот такие в стритфуде, прям огромные. Здесь небольшие, я бы сказал, размером. Баньбабки вот эти вот. Крайне популярное блюдо. Ооо, в стритфуде-то здесь навален огромный кусок мяса обычно, а здесь прям чего-то совсем немножко. А ну-ка, с чем это у нас? Это у нас баньбао по-сингапурски. Я спрашиваю, а из чего состоит-то это по-сингапурски? Они говорят, а мы сами не знаем. У нас вот, типа, привозят хозяин там или кто у них подготавливает заранее, значит, вот этот микс сингапурский, и они уже здесь фигачат, значит, вот эти вот баньбао внутри. Ну, мясо похоже какое-то, не берусь сказать. Ну, давайте вкуснем. Это очень необычно. Как будто бы что-то ореховое. С кучей, как всегда, специй. Ну, понятное дело, китайское блюдо. Сладкое. Естественно, воздушное, вот это сумасшедшее воздушное тесто. Слушай, чего за мясо здесь не разберешь точно. По консистенции больше на свинину похоже. Скорее всего, так и есть. Слушайте, на вкус действительно крайне необычный. Сладко, как будто бы орехово. Добавить больше особо нечего. Ром, может, у тебя есть что сказать? Там чуть-чуть сыра, я заметил, потому что когда разламывал, у меня прям сыр там тянулся. И кусочек грибочка у меня попался. Но если сравнивать со стритфудами, они даже рядом стоят. Вообще не уровень. Во-первых, они совершенно по-другому выглядят. В стритфуде там внутри шарик мяса. Притом хороший шарик мяса, потому что и сама баньбао намного здоровее. Вот такая толстенная, здоровая. И там раскрываешь, там обычно еще перепелиное яйцо лежит. И рядышком шарик мяса. То есть, стритфудные, по мне, так действительно тоже лучше. Вот это, пожалуй, ну что-то такое проходное. Ну ладно, я насчет вкуса ничего утверждать не буду. Да, это очень необычно. Кому-то зайдет, кому-то, значит, не очень. По поводу, нужен ли здесь соус. Ну вот я не знаю. Кстати, стритфудные обычно макают вот это тесто. Нет. Не макают, вот так едят, да? Да. Ну да. На мой взгляд, это не особо... А, вот, все, после вкуса пришло еще кунжута очень много. Кунжута прям вот действительно хорошо. Внутри вот здесь вот навалено. Ну, короче говоря, своеобразная штука. Мне не очень, Ром, тебе как? Ты вот тоже говоришь не очень, да? Ну, мне не очень по количеству начинки, а по вкусу вполне нормально. Да, и, пожалуй, по вкусу я тоже утверждать ничего не буду. Что вот те пельмешки, что вот эти вот две штучки Банибау в одну цену. 38-39 тысяч донгов. Ну, короче говоря, это нам не очень. Приступаем к следующему. Надеюсь, будет получше что-то. А вот уже и лапша со всяким. На самом деле, там не очень понятный перевод, потому что мне Туин сказала такая лапша тоже со всяким. То есть, там и морепродукты, типа и мясо, и всякого навалено. Первое, что я отметил, когда принесли, типа порция не такая, чтобы огромная. На самом деле стоит 49 тысяч, поэтому вроде бы как и тоже недорого. Тем не менее, давайте поковыряемся, посмотрим, из чего это всякое состоит. Я смотрю, что здесь покупные пельмешки. Ром, узнаешь их в гриме. Это те самые, которые здесь продаются в супермаркетах и так далее. Я покупал, это неплохие. Хорошие пельмешки вполне себе. Что это за мясо? Не знаю. Типа печенки что-то. Вот это какой-то кусочек печенки. Это кусочек свинины, очевидно. Так. Это у нас митбол из какого-то теста замешанного. Одна креветочка. Так. Все. И лапша. Лапша, это похоже на гнездо. Ром, вот помнишь, такие гнездышки продаются в супермаркетах, да? Да. Похоже, это одно гнездышко кинуто. Ну, нормально. Как раз-таки ровно на эти, наверное, 49. Я ожидал побольше, если честно, признаюсь. Под пельменем кальмарышки. Где-где? Под пельменем кальмар? Где? А, вот это? Да, да. Один кусочек похоже, что кальмара. Ну, Рома, глазастый. Я его видел изначально, но он закопался пока, остальное провал. Ковырял тут. Вот с него и начнем. Порядок. И очень прилично так отдает рыбным соусам. Ну, на любителя. Ой, резина. Кальмар резиновый полностью. Слушай, интересно, он такое впечатление, знаете, что подсушенный сначала. Вот я вспоминаю те самые сушеные кольца кальмара, которые у нас продаются, как закуска к пиву. И вот ты его ешь, вот ровно тот же самый вкус и консистенция ровно та же самая. Слушай, а не сушеный ли это кальмар? Если это сушеный и сюда закинут для именно аромата, тогда все в порядке. Но это точно не свежий, имеется в виду не только что выловленный, порезанный и заброшенный. Это хорошо. Мне кажется, это именно так и сделано. Что за печенка? Нет, это не печенка. Нет, и не кровь, и не печенка. Что-то такое нечто среднее. Что-то съел. Окей, свининка. Вот свининка стандартная, 5 специй. 5 специй, свининка, хорошо. Сейчас сначала все повыесть. Пельмешку вот эту. Это стандартная, покупная. Вот пельмешка хорошо. И по соли получше. Кальмар вот не соленый, ничего, просто такой. Так, ну креветка. Здесь, наверное, Ром, тебе ничего и не останется попробовать. Ты, честно говоря, надо... Если ты хочешь, мы давай еще один такой закажем, чтобы ты попробовал нормально. Ты будешь? Я как раз и не особо и хотел это пробовать. Не хотел это пробовать, да? А, ну ладно, тогда Господь бы с этим... Сейчас креветочку зацени. Вот она, в отличие от кальмара, очевидно, никакая не заранее подготовленная. То есть посмотреть чисто как она. Так, давай. О, чистится вроде не четок. Да, вполне. Ну-ка, где соевая у меня? А креветка отличная. Единственное, она не успела напитаться ни вкусом, ничего вот такого. То есть вполне себе хорошая, нейтральная, не напитанная вкусом, но хорошая креветка. Ром, единственное, вот смотри, рекомендую кусочек свиньи попробовать. Пока тут я лапшой не занялся и все не забрызгивал. Пять специй, очень мощный вкус, насыщенный, в отличие от всех остальных штук, которые мы пробовали. Действительно, вот пять специй хорошо сюда свинья заходит. Вот это хорошо, та самая грудинка. А теперь те самые гнездышки из яичной лапши. А вот лапша напиталась. Я бы даже сказал, она чуть-чуть недоваренная, альдентовская. Не, это здорово. Так, я пока вот этот... Слушай, по-моему это сердце. Да, сто пудов это сердце. Такой тоненький срез свиного сердца, скорее всего. Я покажу Юрам, скажи по поводу свиньи. Средина фигиана, это такое, как отдельное блюдо можно заказать с рисом, например. Потому что очень отчетливо выражен вот этот вот вкус пяти специй. Да? Чисто, рискованно, чёрно. Хорошее блюдо, это точно сердце. Вкус печенки малюсенький присутствует. Ну, это понятно из-за крови. И по консистенции, да, это то самое сердечко. Вот больший кусок, когда куснул, там всё понятно. Другими словами, общее мнение по этому блюду хорошо. Не повергает в восторг, не убивает какое-то, знаете ли, в уныние. Но хотелось бы больше порцию. Одно гнездышко мяса довольно скучненько. Вот этот митбол. Куча специй, стандартный резиновенький такой митбол. Ну, вот это чисто столовское блюдо. Ничего не добавить. Пока что пельмешки самые лучшие, то, что вначале были. Серьёзно. Лапша хорошая. Но ты приходишь всё-таки... Хотя, ты приходишь в столовку, получай столовку. Пока что вот так вот. За исключением пельмешек. Чё-нибудь покруче надо взять. Давай-ка, чё-нибудь покруче выберем, а? А теперь вот ровно то, что Рома и хотел. Отдельно свининка. Только не пять специй, а какой-то навороченный, значит, маринад. Подаётся с плошкой отварного риса. Это хорошо. Это у нас вилка. Давайте вилочку, да. Я попросил нож, ножа не оказалось. Палочками-то действительно такую свинину будет не очень удобно есть. Другой вопрос, что это выглядит совсем иначе, нежели как на картинке. 100 тысяч цена. На картинке прям навалено, как вы видели. А здесь раз, два, три кусочка. И как бы на этом и всё. Давайте отковыряем какой-то кусочек. Надеюсь, это мягкая грудинка. О, ну вот это порядок. Всё. Поэтому ножа и не требуется. Давай, Ромка, вот так попробуем. У нас на заднем плане ещё и даки там сидят. Им тоже оставим. Сказать мягко, ничего не сказать. А всё, она исчезла. Очень похоже на те самые пять специй. По мотивам, скорее всего. Если даже... Нет, не они, но очень близко. А вот другой кусок ем, как будто бы те самые пять специй. Ром, рассуди меня. Если бы ты не сказал, что это не пять специй, я был бы уверен, что это те самые пять специй. Вот первый кусочек я съел, как будто бы что-то немножко другое. Второй вот ем, да, это он самый. А это круто. Да, это очень вкусно. Только мало. Ты даже знаешь, мне кажется, это чуть ли не лучшая свинина, которая есть здесь в Антете, пробует. Не исключено. Это очень мягко, прожёвывается отлично, замечательно, быстро. Жирно? Да. Дороговато. Вот здесь вот немножко, я скажу, дороговато. Ну, серьёзно, три кусочка. Вот они не то, чтобы прям огромные. Не как на картинке, значит, навалено. Ну, рис хорошо, ладно. Можно. Наесться можно? Да, можно. Сто тысяч донгов. Твоё мнение, Ром? Ну, я бы оценил максимум 60. Вот мне тоже примерно так, ну, допустим, даже пускай 70, но это вот 70, это прям потолок. По чём у нас была вот такого плана свинья, значит, в стритфуде мы брали? Ну, там не 5 специй, там местный, значит, маринад, местный зажарка, но там крупнее, больше, и мы что-то брали, там, по-моему, за 150, там чуть ли не полкило. О, вот, понимаете? Здесь ни о каких полукилограмма речи не идёт, чуть-чуть дороговато. Такая вкусно, просто на, вот, серьёзно, будь не так вот масляно, ну, это, впрочем, свинина, можно чуть-чуть там по-другому, была бы десятка. Для меня чуть-чуть даже жирновато, хотя, может быть, с рисом, когда ешь, и будет вообще... Короче говоря, это смело одно из лучших блюд, которые вообще, в принципе, пробовали. Это кайф. Чё, чем-то ещё полирнём? Там, вроде, десерты какие-то были. Мне люди часто пишут такие, Костян, ты никаких десертов, сладостей не пробуешь. Я-то не особо их любитель и знаток, но, тем не менее, давай-ка сегодня, действительно, десертиком китайским каким-нибудь полирнём. Давай, может, ещё что-нибудь мясного попробуем, мне кажется, здесь отлично догадывает. Мясного? Да. Хорошо, десерт чуть попозже, потому что десерты здесь вот они, совсем тоже недорогие, 35-38. Мы единственное, из какого раздела ещё не пробовали, это вот из этого, самого дорогого раздела, который здесь у них есть. Ну, вот про вот эту курицу, значит, бамбуковую, чёрную я уже говорил, а вот сверху есть рулька, как нам удалось перевести, вот она 120 тысяч стоит. Соответственно, вот эту рульку, ну, давай рульку, а потом десерт уже тогда, да? Да, давай. Давай так и сделаем. Ух! А интересно, рулька какая? Ну, я уж на ветровое колено не надеюсь, со здешними-то уж порциями тем более. Ну, 120 тысяч это уже так прям один должен уползать после этого блюда. Серьёзно. Во-первых, это хвост. Вот это не часть рульки. Ну, серьёзно, это хвост. Самый его кончик. Во-вторых, свинины не так, чтобы и много. У нас есть какие-нибудь ещё тарелки-плошки? Ром, давай я тебе пару кусков кину. Вот, на самом деле, один Ромке кинул, вот второй. Где ещё? Три. Вот третий. И пара кусочков, опять же, концов хвоста. Бульон жирный вопросов нет. 120. Ни лапши, ни риса. Одна-ка. Сейчас подостынет, попробуем, хотя бы свинью. Мягко, да. Вот этот фиговый вкус. Не фиговый, а фиговый вкус. Вот она, фига вот эта плавает. Очень сильный. И именно внутри мяса он очень сильный. Ну, это хвост. Вот часть, где он был больше. И вот кончики хвоста. Вот это не совсем кончик, а вот он кончик хвоста. Вот этот самый фиг. Как ты его там называл? Дезифус, да? Да. Ну, вполне себе. И какие-то вот непонятные овощички, кстати. Давай, куку. А, это имбирь, нет? Нет. Чего ты не поймёшь, что это? А, это ботат сладкий, картофель. А это что? Что-то какие-то всё ошмётки непонятные. Это я вообще не понял, что такое. Нет, ты знаешь, это неплохо. Вкус хороший. Где ложка? Вот ложка. И бульон-то нажористый. Да, бульон вот этим зизифусом прям полностью пропитан. И он хороший. Он действительно нажористый. Ох, горячий. А чё так мало-то? Мяса немного. Никакой не дополнительной лапши. Никакого риса. Я на Рому смотрю с надеждой. Может, нам чё-то просто почему-то не подали? Это 120 тысяч! Чувак! Только мяса немного его вообще нет. У меня просто шлюк какой-то, вокруг крестиняя. И у тебя какие-то ошмётки непонятные. Не то 20! 120, я там даже 20 не знаю. Ну нет, ладно, это 20 стоит и так далее. Ты понимаешь? Ну пускай бы это стоило полтинник и ложка риса. Ну это разочарование. Откровенное разочарование. Почему это таких денег стоит, это совершенно непонятно. Ведь хвост свиной, это же не какой-то деликатес. Я бы понял, ладно, так же приготовлено, все дела. Но там было бы филе, например. И было бы целое свиное филе, например, нарезано там и так далее. Вот оно потушено и прям открываешь. И у тебя здесь в основном мясо, значит, немножко бульона. Ну тогда хорошо, я бы понял. Но это что-то какое-то непонятное. Всё, давай на десерт, давай по-сладенькому, серьёзно. А то сейчас бомбанёт. Что это такое? А десертов нет. Вот так вот просто. Когда мы заказывали несколько блюд, тоже в позиции нам говорили, тоже нет. Например, там пельмешки с гребешком тоже закончились. А очень хотелось попробовать. Короче говоря, небольшое разочарование у меня по этому ресторану, забегаловке-столовке. Вы спросите, почему вы её вообще в принципе выбрали? А дело в том, что выглядит как уютное такое, знаете, можно сказать почти стритфудная китайская забегаловка. И надежда была именно на то, что невысокие цены и были бы огромные порции, тогда не вопрос. Но здесь получилось то самое сочетание неудачное, когда, пускай недорого некоторые позиции, но порции откровенно хромают. И качество до ресторана, до этих цен, других позиций не дотягивает. То есть это и не ресторан, и не стритфуд по двум категориям просто мимо. Это что-то среднее, которое ни туда, ни сюда, и не поймёшь, что они, честно говоря, делают. Заскочить поесть пельмешек, которые нам действительно понравились, ну, наверное, можно. Да, вполне. Не знаю, может быть, это импортные какие-то, потому что таких пельмешек здесь, в гипермаркетах, я не встречал. Ну, другими словами, местечко, как всегда, конечно, будет на карте, но уж я сюда, наверное, возвращаться не буду, потому что они, очевидно, работают на потоке, работают вот так вот, хочется всё-таки. Знаете, я приверженец того, что вот как в стритфуде, вот чтобы ты дёшево и мощно хорошенько поел. Мы, Ром, знаешь, что сделаем? Один из будущих обзоров, я не буду говорить следующий, один из будущих обзоров сделаем на фобошницу, ну, правильно будет говорить, на фошницу, которая у нас в Мойне, недалеко от меня находится. Вот там именно такого плана места, только местные там фошку готовят и так далее. И вот там и дёшево, и огромные порции. И это я проверял года четыре назад, поэтому как раз-таки будет здорово. Выпуска на это место вообще не было, то есть это я лично заезжал, проверял, было всё хорошо. Короче говоря, вот то место мы обязательно сравним. И пускай вот этим китайцам будет в укор тот следующий обзор. Ну, а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. И вот уходим мы с чеком на 386 тысяч, и уже так немало, честно говоря, ну, практически разочарованными. Наелись? Да, наелись. Чё съели? Непонятно. Вот какое-то такое заведение, понимаете? Окей. А ты не паришься, так тыкаешь, да? Мухи, кыш. Сейчас я какой-нибудь поменьше лапшички-то... Поменьше лапшички, говорю, хочу взять. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok